Привет, меня зовут Гульнас, в эфире рубрика Спроси Хэппи Насс, давно ее уже не было, и сегодня я расскажу вам о том, как можно незаметно подогнуть низ изделия потайными стежками, так, чтобы по лицевой стороне изделия не было видно никаких строчек. Мы рассмотрим два способа потайных швов, ручной и машинный. Однако, для того, чтобы проложить потайной швов на машинке, вам понадобится специальная лапка и специальная строчка. Но, к примеру, если в вашей машинке нет функции потайного шва, то вы легко сможете сделать это вручную. Как можно обработать низ изделия? Вы можете предварительно обметать низ изделия, а затем подогнуть на необходимую ширину, можно подогнуть два раза на необходимую ширину и закрепить булавками по всему срезу. Сначала рассмотрим подгибание низа незаметными стежками вручную. Заправим нитку, желательно одинарную, сделаем маленький узелок и заведем нитку, к примеру, к срезу. Желательно спрятать его вовнутрь, для того, чтобы его не было видно. И теперь отогните деталь так, чтобы по ней образовался сгиб практически вровень с внутренним краем подгиба. Далее нам необходимо будет подцепить одну-две нить основной детали совсем чуть-чуть. И сильно не затягивая, отступив несколько миллиметров, максимум 5, подцепляем уже чуть смелее и побольше от сгиба низа изделия. Вот что мы получили. И движемся дальше. Снова отступаем несколько миллиметров, не больше 5. Здесь уже мы захватываем одну-две нить. И с противоположной стороны можем уже взять посмелее пару миллиметров ткани. И движемся таким образом. Снова одну-две нить и пару миллиметров ткани. Вначале может показаться, что это слишком долгий способ. Действительно он занимает немало времени. Но когда вы привыкнете, то начнет появляться скорость. Самое главное, не заправляйте слишком длинную нить. Нитка будет легко запутываться. Еще одно важное правило. Не затягивайте нитку. Эти стежки называются воздушными. А все потому, что они действительно легкие и воздушные. Между подгибкой низа и участком, которым мы его пришиваем, есть небольшая пустота. Так выглядит шов по изнанке, а по лицевой стороне совсем ничего не видно. При условии, если вы действительно захватывали только одну-две нить основной детали и не затягивали нитку. То есть стежки получились действительно воздушными. Если вы видите маленькие точки углубления ткани, то это значит, что вы сильно затянули нить. Необходимо ее ослабить. Попробуйте немного растянуть шов. Если не получается, то подправить стежки. А теперь посмотрим на машинную строчку. Нам вместо обычной двусторонней лапки необходимо будет установить специальную лапку для потайного машинного шва. Низ изделия аналогично либо обметываем и подгибаем один раз, либо подгибаем два раза. И закрепляем лапками уже вдоль низа изделия. Далее отогнем низ изделия так, чтобы верхний сгиб выходил примерно на 5 мм. И положим деталь под лапку. Также нам необходимо будет поменять режим строчки. Сейчас стоит обычный режим прямой строчки. Нам необходимо переключить на режим потайного шва. Здесь он под номером 13. Ну а теперь можем строчить. Таким образом, сгиб основной детали находится слева от этой черной пластины. Эта пластина определяет и ограничивает сгиб основной детали. Для того, чтобы не захватить ее излишне сильно. Подхватывают по верхнему сгибу, по сгибу основной детали, одну-две нитки. А основная строчка идет по сгибу низа изделия, по подгибке. Таким образом, 5 мм у нас немного выходит. И мы даем строчку. Вот такая строчка у нас получилась по изнаночной стороне изделия. И вот так она выглядит с лицевой стороны. Как видите, она подцепила одну-две нитки по основной детали изделия. Вся основная часть строчки прошла по подгибу. Но часто встречается вот такой недостаток потайного машинного шва. Вы можете увидеть нитки по лицевой стороне изделия. Разумеется, вы будете подбирать нитки в цвет основной ткани. И они не будут так сильно отличаться. Вот и все мои советы на сегодня. Если у вас появились новые вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях под видео. И, возможно, следующий выпуск я сниму именно по вашему вопросу. Желаю вам успешного дня. До встречи. Пока!